Карнавал в Гонконге, новое пиво в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, доспехи гладиатора от Рассела Кроу на аукционе. Об этом и не только в нашем обзоре. Карнавал прямо на матче по регби в Гонконге. Тысячи фанатов пришли на стадион в ярких костюмах. На трибунах сидели болельщики, переодетые в огромных розовых зайцев, динозавров, единорогов, а также других сказочных героев. Этап мировой серии по регби в Гонконге – одно из главных спортивных событий в стране. В этом году на трехдневных соревнованиях ожидает до 120 тысяч гостей. Принц Чарльз приехал с визитом в Тихоокеанскую страну Вануату. Встречали британского гостя танцами и песнями десятки местных жителей в пышных национальных костюмах из перьев и травы. Принцу они тоже подарили традиционную набедренную повязку, а еще удостоили почетным званием вождя. Принц, в свою очередь, передал островитянинам привет от монаршей семьи. Пивоварня британского городка Виндзор изобрела новое пиво в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Напиток сделан на основе классического английского эля. Ячмень для него вырастили на местной королевской ферме, а хмель привезли из западного побережья США. Назвали пиво «Виндзорские узы Гарри и Меган», ведь именно в этом городе пара поженится. Напиток уже развезли в местные пабы. Его будут наливать и во время празднований. В мае отметить королевскую свадьбу. Сюда приедут 100 тысяч гостей. В Сараево возобновили канатную дорогу над городом. Трасса, которой уже больше полувека не работала 26 лет. Ее разрушили во время осады Сараева. Прокатиться в новых вагончиках пришли сотни жителей столицы. На канатной дороге из центра города можно добраться в сосновый лес неподалеку всего за 10 минут. Любовь к компартии в генах. Пекинский банк спермы пополнил список требований для потенциальных доноров. Теперь для желающих пожертвовать свой биологический материал важны не только состояние здоровья и возраст, но и благоприятные политические качества. Доноры должны любить социалистическую родину и хорошо относиться к коммунистической партии Китая. На греческом острове Корфу с балконов швыряют глиняные горшки с водой. Это местная традиция накануне Пасхи. Тысячи людей собираются на улицах, чтобы посмотреть, как посуда с грохотом разбивается об асфальт. Зрители становятся так близко, чтобы на них попадали брызги. Некоторые даже собирают черепки на удачу. Откуда пошел такой обычай, неизвестно. Актер Рассел Кроу устроил в Сиднее аукцион искусства развода. По случаю 53-го дня рождения и 15-й годовщины свадьбы с бывшей женой, он решил распродать ненужные вещи. Всего с молотка уйдут 200 лотов. Покупателям достанутся доспехи из фильма «Гладиатор», сувениры и одежда со съемок других картин, гитары и некоторые произведения искусства. В целом аукцион, как ожидается, принесет более 2 миллионов долларов. Продолжение следует...